Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем и сегодня посмотрим на очень интересный девайс, это так называемый цифровой ключ от компании HIDIS. Не так давно, если вы следите активно за моим каналом, я записывал видео на тему информационной безопасности и в частности на тему паролей. Как же составлять пароли, что делать, чтобы их не забыть и так далее. Так вот, как раз эта штука решает вопрос хранения паролей и вопрос разблокировки ваших девайсов, смартфонов, планшетов и компьютеров. Здесь все основные возможности данного устройства, это умная блокировка, это менеджер паролей и охрана предметов. Небольшой брелок, внутри установлена батарейка, которой хватит на полгода и работает данный девайс по Bluetooth. Вы, например, можете настроить данный цифровой ключ таким образом, чтобы он разблокировал, например, ваш компьютер. Вы просто подходите к компьютеру, компьютер видит цифровой ключ по Bluetooth и автоматически разблокирует его. Либо автоматически входит в нужное вам приложение под нужным вам аккаунтом. Очень удобная фишка, особенно если вы работаете в какой-либо корпоративной среде, можете снабдить ваших сотрудников вот таким вот цифровым ключом и, соответственно, таким образом повысить информационную безопасность. Работает данное устройство с девайсами под iOS, под Android, с macOS и с Windows. Давайте откроем и посмотрим, что же находится у нас внутри. Пожалуйста, сам девайс. Здесь батарейка, так называемая CR2032. И вот сам брелок. Очень компактный, легкий. Здесь, кстати, есть еще одна дополнительная возможность, о которой я сразу же не сказал. Здесь есть RFID-чип, работающий на частоте 125 кГц. Это значит, что эта штука может открывать двери, например. Сюда можно загрузить соответствующую информацию и с помощью брелка получать доступ к каким-либо объектам. Также очень удобная возможность. Здесь есть колечко, прикрепляемое сюда. Та самая батареечка. И небольшой такой быстрый старт. Несколько языков. Это украинский и русский язык. Рекомендую ознакомиться. Для работы с данным девайсом понадобится операционная система Windows 8.1 и старше, либо macOS 10.11 L Capitan и старше, Android 4.4 и старше, либо iOS 9.3 и старше. Плюс к этому ваш девайс должен работать по протоколу Bluetooth 4.0. Можно купить для обычного, если мы говорим, стационарного компьютера Bluetooth 4.0 и данный брелок будет прекрасно с ним работать. Также я обнаружил приятный бонус. Вот эта батарейка дополнительная, комплектная, а основная уже установлена внутрь корпуса. Он вот так у нас отщелкивается достаточно тяжеловато. Тем не менее, мы можем заглянуть вовнутрь и увидеть там батарейку. И вот само устройство. Полгода работает батарейка, как я и сказал, хватит надолго. Ну а теперь давайте смотреть на возможности данного девайса. Начнем с мобильного гаджета на Android. Все, что нам понадобится, это включенный Bluetooth. Это программка Hide This Safe. Скачать ее можно из магазина приложений. Здесь никаких проблем нет. При первом запуске вы должны подсоединить устройство. Там будет на экране соответствующая инструкция. Если коротко, то включаете Bluetooth. Запускаете приложение. Нажимаете один раз на кнопку. Достаточно близко располагаете ключ к смартфону. И все у вас подключается. Ну и давайте смотреть на само приложение. Итак, переходим в приложение. И здесь есть несколько пунктов. Мои пароли, охрана предметов и смарт-лог. Самая интересная возможность, это конечно же мои пароли. Так называемый менеджер паролей. Здесь содержатся все аккаунты. Вы можете их сюда ввести. И таким образом, при нажатии на кнопку, ваш пароль и логин будет введен в тот или иной аккаунт. Таким образом, вы можете не сохранять эти пароли. То есть, когда вы, например, заходите в какой-то аккаунт, как правило, там есть галочка. Сохранить учетные данные, чтобы каждый раз их не вводить. Это не очень безопасно. Таким образом, вы можете с помощью этого ключа заходить в аккаунты свои и в то же время там ничего не сохранять. Фишка еще в том, что все это работает не только в обычном браузере, но и в приложениях. На примере ВКонтакте давайте я вам сейчас все это покажу. Итак, я захожу во ВКонтакте, и здесь мне ничего не придется вводить вручную. Нажимаю два раза на кнопку. Все учетные данные автоматически ввелись. Пожалуйста, я зашел. Это просто отличная возможность. Следующая интересная опция – это охрана предметов. Вы можете следить за тем, чтобы не оставить нигде свой ключ, и за тем, чтобы нигде не оставить свой смартфон. Достаточно интересная фишка. Разумеется, Bluetooth должен быть включен при этой функции. Это так называемый Smart Lock. Когда ключ находится близко к смартфону, то не требуется никакого пароля для разблокировки экрана. Если ключ достаточно далеко от смартфона, то смартфон потребует ключ разблокировки. Ну давайте посмотрим, как все это работает. Итак, я здесь активирую, ввожу сюда произвольный пароль. Можем добавить так называемые доверенные места, где эта функция будет отключаться автоматически. Все, данную опцию мы задали, и теперь мы можем ее успешно проверить. Вот, например, я блокирую аппарат. Разблокирую. Все прекрасно, никакого пароля 2017 я задал. Не требуется. Теперь отойдем. Пожалуйста, я достаточно далеко отнес ключ, и теперь требуется вот пароль для разблокировки. Вот так все это и работает. Также в настройках вы можете увеличивать чувствительность, то есть расстояние срабатывания, если вам все это нужно. Давайте посмотрим, что есть еще. Показать больше. Датчик прикосновения. Если кто-то начнет трогать ваш смартфон, а ключ находится достаточно далеко, то запустится фотокамера, и, возможно, у злоумышленника камера сфотографирует. Далее есть найти устройство, настройка кнопки, что будет делать управляющая кнопка на ключе. И далее возможность работы с резервными копиями. Вы можете сохранить все данные с ключа в облако, и в дальнейшем все это восстановить на любой ключ. Проверка обновлений, свойства и так далее. Вот так все это и работает. Самая интересная фишка, конечно, как по мне, это менеджер паролей, и работа этого менеджера паролей в обычных Android приложениях. Причем в любых. Ну а теперь переместимся на компьютер, там все еще более интересно. Ну а сейчас, как я и обещал, продемонстрирую возможности ключа HiDIS на компьютере под управлением операционной системы Windows 10. Начнем с менеджера паролей. Как и в случае со смартфоном, мы можем сохранять пароли не только в обычном браузере, но и в любых приложениях. Например, у меня здесь есть Uplay, при этом галочка «Запомнить меня» не стоит, и мы можем посмотреть команды вот этой вот управляющей кнопки. Сама программа выглядит вот таким вот образом, о ней я еще более подробно расскажу. И здесь есть пункт «Настройки кнопки». Два нажатия – это ввод пароля, и три нажатия – это ввод логина. Итак, нажимая три раза, логин введен, и два раза – ввод пароля. И нажимаем «Войти». Ждем-ждем. Пожалуйста, я только что вошел в аккаунт. При этом мне не нужно ставить галочку «Запомнить мои учетные данные». Это более безопасно, и в то же время я очень легко могу войти в свою учетную запись. Причем в любом приложении. Все это добавляется. Также поддерживаются так называемые одноразовые пароли. Это нужно, например, для интернет-банкинга и так далее. Здесь есть также такая возможность, что на компьютерах, что на смартфонах. Все настройки содержатся в менеджере паролей, и здесь мы можем управлять своими аккаунтами. Нажимаем на плюсик. Здесь мы добавляем либо URL-адрес интернет-страницы, либо программу. Причем здесь вот у меня ограниченный список программ, однако никаких проблем нет. Я выбираю здесь проводник, например, нажимаю карандашик для редактирования и сюда прописываю название окна приложения. То есть мы сюда прописываем именно в точности само окно приложения. Я, например, открою сейчас Paint.net, и вот здесь у меня написано Paint.net. Вот точно так же я все это и прописываю вот сюда, чтобы, соответственно, все работало именно в программах. Так что все очень просто. Здесь мы все эти аккаунты можем отредактировать и так далее. Следующая возможность это блокировщик ПК. Мы можем автоматически блокировать компьютер, когда отошли с ключом достаточно далеко. И автоматически компьютер будет еще и разблокирован, когда мы к нему подошли. В расширенных настройках мы можем настроить уровень сигнала, для того чтобы откорректировать расстояние для блокировки и для разблокировки, соответственно. Здесь все достаточно просто. Есть ползунки. Слева уровень блокировки, справа уровень разблокировки. При удалении или при приближении этот уровень будет изменяться. Вот, в принципе, и все. Блокировку я сейчас покажу. Покажу, что еще здесь есть дополнительные возможности. Это добавление нового устройства, проверка обновлений, как самой программы, так и прошивки внутри ключа. Можем сменить пароль аккаунта, выйти из аккаунта или выйти из программы. И само устройство мы можем отвязать, сделать резервное копирование всех паролей или подать сигнал для того, чтобы найти сам девайс. Еще раз напомню то, что ключ может хранить до 1000 паролей, причем все эти пароли хранятся именно в ключе, а не где-то. Вы, разумеется, можете создать резервную копию, например, в облаке компании HIDIS, но, тем не менее, сами пароли находятся в самом устройстве. Это очень надежно. А в случае чего, в случае необходимости, всегда можно быстро отвязать ключ, и таким образом он больше не сможет разблокировать те или иные аккаунты. Ну, а теперь покажу, как же происходит блокировка компьютера. Раздел блокировщик ПК, здесь я поставил галочку использовать для блокировки ПК, задал пароль, также в параметрах операционной системы в учетных записях задайте точно такой же пароль в области пароля. Я задал 2017. Проверим, как же работает блокировка. Сейчас учетная запись активная. Я отхожу с брелком на достаточное расстояние. И компьютер заблокирован. Теперь снова беру брелок и подхожу поближе. Вот он у меня в руке. Компьютер только что разблокировался. Вот так работает эта функция. Таким образом, в лице вот такого маленького девайса мы получаем очень и очень полезный инструмент. Купить данный брелок сейчас можно на официальном сайте компании за 39 долларов. И уже совсем скоро компания планирует к выпуску еще один дополнительный девайс. Это браслет, который будет надеваться на руку. Ну а особенно полезна продукция компании HIDIS будет, конечно же, в корпоративном секторе. Даже в каком-то небольшом офисе. Что ж, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте свои большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, делитесь видео с друзьями в социальных сетях. У меня будет больше возможностей брать вот такие интересные девайсы на обзоры. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok